Добрый день! Сегодня мы рассмотрим кубич-гололомку от компании MF8. Это шейп-мод скьюба, называется скью-скьюб. Можно также встретить название fish-shaped скьюб, но на коробочке именно скью-скьюб написано. Оригинальный гололомка это вот такой вот скьюб, название которого происходит от слов скью-куб. То есть куб, который кривой или косой. Ну, наверное, косой будет правильнее сказать. Куб, косой куб, а это косой-косой куб. Открываем. В коробочке ничего нет. На коробочке у нас изображены еще другие головоломки, кроме скью-скьюба. Трешка обычная, скьюар-ван. Ну и все. Эта головоломка не самая новая, но купил ее недавно. Быть может, даже года не прошло. Я решил собрать все шейп-моды скьюбов и вот постепенно их все выкупил. Ну, все, какие я смог достать. Fish-shaped скьюба называется потому, что здесь скошные разрезы, как у Fisher-куба. Обычный скьюб позволяет делать вот такие вращения. Здесь же те же самые вращения, но при этом форма головоломки меняется. Ну, как-то все искривлено. Поэтому и кривой скьюб. Скью-скьюб. Здесь логотип MF8 или MF8. Форма кубика, как и у обычного скьюба. Ну, теряется она, как я уже сказал, при перемешивании. А здесь нет никаких фиксаторов. У классического скьюба были подшипники. А у современных магниты. Здесь же нет ничего. И фиксация не происходит. Ну, разве только, когда детальки друг об друга цепляются. Самое важное при знакомстве с новым шейп-модом скьюба определиться, где у него какие элементы. Если мы посмотрим на обычный скьюб, то увидим здесь 8 углов трехцветных и 6 одноцветных центров. И какие-то простые шейп-моды можно было по этому признаку и распознать. То есть 6 одинаковых элементов это центры, 8 элементов другого типа это углы. На скью-скьюбе есть одинаковые центры, ну, однотипные, и углы разные. Если мы присмотримся, то вот этот трехцветный элемент, располагающийся на углу головоломки, это центр. И у нас таких ровно 6. 1, 2, 3, ну, всего 6. Все они имеют одинаковую форму и разную расцветку. Все трехцветные. Остальные 8 элементов двух типов. Вот такой вот поменьше трехцветный уголок. Это угол аналогичный. Остальные одноцветные. 1, 2, ну, на каждой грани по одному. 2, ну, 6 треугольников и 2 вот таких вот трехцветных угла. А крупные элементы это центры. Разобравшись с этим, уже понятно, как что здесь собирать. До недавнего времени я думал, что вот эти головоломки идентичные полностью. Ну, вот, пособирал их обе и пришел к выводу, что да, они похожи, но с кью-скьюб посложнее. Можно провести аналогии. Вот у нас трехцветный центр. Здесь такой же. Расцвет, конечно, другая, но смысл тот же. И таких элементов шесть. Также вот трехцветный угол и шесть треугольников. Но дело в том, что здесь треугольники абсолютно симметричные. Их можно любой стороной подгонять к центру. И разворачивать не надо, их ориентация не важна. Здесь же ориентация вот этих треугольников важна. Их, как на обычном скьюбе, нужно правильно ориентировать. Ну и как на большинстве шип-модов, здесь добавляется этап ориентации центров. Давайте перемешаем. Я покажу пример сборки. По одной оси, если вращать, у нас форма меняться не будет. По этой. Но там, где у нас уголок, нормальный такой, обычный. Как на обычном скьюбе. Если же вращать за другие уголки, то форма сразу меняется. А если присмотреться к внутреннему строению, вот видно, что некоторые элементы полупустые. Есть нормальные закрытые, а есть пустоватые. Перемешиваем. Немножко цепляются элементы. Ну вот то, что нет фиксации, это не очень хорошо. И за несколько сборок, которые я сделал, у меня однажды выпал уголок. Какой-то одноцветный. И мне пришлось почти полностью собрать головоломку, чтобы понять, в каком положении вставлять его обратно. Так что крутите аккуратнее. Не очень дешевая-то головоломка, но интерес в ней есть. Хотя, не сильно сложнее, чем большинство шип-модов. Можно, к примеру, купить дешевый вариант, типа Fisher's Cube от компании Mojo. Там будет почти то же самое, только с одноцветными центрами немножко поинтересней. Хотя здесь, наверное, посложней. Ну вот такая вот форма у нас получилась. Начинаем собирать. Параллельно будем собирать обычный скьюб. Для начала нужно к белому центру поставить 4 уголка. Каким-то способом получить вот такую картину. Здесь у нас чисто белого центра нет. Напомню, что вот это уголок. Поэтому я выбрал для начала бело-красно-зеленый центр. Вот этот. И к нему нужно поставить 4 угла. Один угол будет двухцветный. Бело-красный. Давайте с него и начнем. Классический. Интуитивными движениями подводим его поближе. Не к этой стороне, а к другой. Вот он получился, но неправильно ориентированно. Поэтому разворачиваем. Вот теперь стоит хорошо. Дальше сюда нужно красный. Красный. Сразу стало хорошо. Здесь зеленый. Он стоит на месте, но нужно развернуть. Мне показалось удобным ориентироваться следующим образом. Вот мы держим перед собой центр, возле которого собираем углы. Отводим угол, который нужно развернуть в сторону до следующего возможного движения. Дальше. По этому разрезу разворачиваем и возвращаем уголок. Проверяем, если совпало по форме. Значит, хорошо. Если не совпало, повторяем процедуру. Здесь сразу непонятно, в какую сторону что поворачивать, так как уголки одноцветные. Ну, с одного или со второго раза развернется правильно. Дальше сюда белый. Белый сразу подошел. Ну, а четыре уже на месте. Надо смотреть теперь на противоположные углы. Здесь, как и у обычного скьюба, углы сразу стоят на своих местах, после сборки первого слоя. Их надо только развернуть. И у нас есть две ситуации. Либо восьмерка, когда два угла правильно развернуты. Либо вертолет, когда все углы развернуты неправильно. так как у нас среди этих углов три одноцветных, мы можем ориентироваться только вот по этому, который трехцветный. А значит, мы не всегда можем достоверно узнать ситуацию, которая у нас на верхнем слое. Еще раз посмотрим. Вот мы собрали один центр и три угла. Располагаем их снизу. Вот центр противоположный. И вот у нас еще четыре угла. Раз, два, три, четыре. Их теперь нужно правильно ориентировать. Поэтому всегда понятно, как он стоит. Вот у нас собранные элементы. И здесь цвет не совпадает. Значит, он развернут неправильно. И чтобы он был в правильном положении, нужно его повернуть против часовой стрелки, чтобы зеленый с этой грани совпал. По остальным же непонятно. Но если они ориентированы правильно, это можно увидеть. Этот угол, он из габаритов кубика не выступает. Он может просто поворачиваться на месте. Если у нас вот эта зеленая наклейка с этой желтой в одной плоскости, то значит этот угол стоит правильно. А если у нас один угол неправильно, а другой правильно, то это по-любому восьмерка. Значит, вот этот будет неправильно. Видим, по форме не совпадает. А вот этот правильно. Это не очевидно, но если посмотреть на противоположную грань, то вот этот элемент параллелен вот этой грани красной. Но также можно определять, что вот этот уголок с этим почти соприкоснулись. То есть у нас получается оранжевый угол и желтый правильно ориентированы. Вот этот трехцветный и вот этот синий ориентированы неправильно. Если у нас среди неправильных уголков оказался трехцветный, то мы всегда достоверно сможем определить ситуацию, если это восьмерка. Давайте посмотрим. Вот восьмерка. Два угла правильно ориентированы, два нет. Если мы держим так, что слева правильно ориентированный, а справа неправильный, который нужно повернуть по часовой стрелке, то из этого положения мы делаем комбинацию, которая нам ориентирует оставшиеся два угла. А значит справа от правильного уголка должен быть угол, который нужно повернуть по часовой стрелке. Проверяем. Вот у нас первый слой. Это неправильный угол. Этот правильный. Этот неправильный. Слева правильный угол, справа тот, который нужно повернуть по часовой. Этот нужно повернуть против часовой стрелки. То есть это положение не то, что нужно. Поэтому перехватим вот этот угол ориентирован правильно вот этот нет хотя мы не видим что это так как нам нужно но учитывая что вот этот угол нужно развернуть по чистовой стрелке этот определенно нужно вращать против ну так у нас на восьмерке задумано этот против этот по если тот был против я оговорился то это значит нужно вращать по часовой стрелке а значит мы из этого положения делаем комбинацию для восьмерки для восьмерки это выглядит вот так берем в нужное положение делаем пиф-паф перехват тут вертолет еще пиф-паф углы ориентированы поэтому здесь поступим также вот этот угол правильно ориентирован вот этот нет вот этот центр перед нами собранный слой снизу делаем пиф-паф перехватываем этот центр меняем на следующий такой же и делаем еще пиф-паф так не смотрим вот у нас здесь совпадает оранжевый с оранжевым уголки рядом ну короче углы собрались нас появился в синий оранжевый вот этот еще один вот он желтый ну здесь у нас центр еще встал хорошо поэтому сразу видно что получилось в итоге смотрим вот эти четыре угла вот эти правильно ориентированы не можно переставлять центры на всякий случай я на обычном скрюбе покажу чтобы было если бы нам не так повезло если у нас также была восьмерка то есть мы обнаружили что два угла правильно ориентированы но среди неправильно ориентированных не было бы трехцветного мы помимо нужной нам ситуации могли бы взять скрюб и в другом положении то есть вот в таком то есть мы не смогли бы определить какой здесь угол в какую сторону его вращать если бы мы определили правильно то есть угадали мы вы сделали пиф-паф и получился бы вертолет да это было бы видно но вы перехватили и доделали на углы бы ориентировались в случае если бы мы не угадали значит мы держали бы скрюб вот таким образом из такого положения сделали бы пиф-паф тогда правый уголок у нас оказалось бы правильно ориентирован нас получилось бы все равно восьмерка но отсюда мы уже сразу бы знали в какое положение скрюб взять а надо будет его перехватить вот так и тогда просто сделать алгоритм для восьмерки на и углы бы ориентировались то есть у нас два случая когда очевидно что неправильно ориентированный угол это трехцветный элемент и понятно в какую сторону его вращать мы можем понять из какого положения делать либо когда трехцветный элемент ориентирован правильно и мы наугад выбираем одно из двух положений в случае если после первых пиф-паф появляется вертолет мы перехватываем сюда и делаем еще пиф-паф если остается восьмерка мы перехватываем в другую сторону и делаем восьмерку заново но также возможно что у нас будет сразу вертолет и тогда у нас определенно один из уголков будет трехцветный и неправильно ориентированный мы помним что при вертолете два передних угла нужно развернуть против часовой стрелки и тут опять две ситуации мы знаем что один точно нужно против часовой и мы можем взять либо в нужном положении либо в ненужном если расположим мы его вот здесь а значит если мы угадаем то есть трехцветный угол у нас будет здесь мы делаем пиф-паф и углы правильно ориентированы все хорошо мы это сразу увидим но если вдруг мы не угадали и взяли скьюб в таком положении мы делаем пиф-паф и получаем восьмерку и здесь можно запомнить какое положение у нас возникает либо заново все определять его просто перехватываем y и делаем комбинацию для восьмерки пиф-паф перехват и еще один пиф-паф вот таким выводом я пришел готовлюсь к изготовлению полноценного обучающего видео поэтому так максимально все уже просчитал ну а дальше нам остается центр переставить по своим местам присмотримся мы начинали вот с этого он стоит на своем месте правильно ориентированный нужен противоположный то есть вот здесь должен быть какой синий оранжево-желтый но это аналог желтого центра на обычном скьюбе мы ставили желтый центр сзади и делали юперм пиф-паф перехват и еще пиф-паф на желтый центр становился на место здесь поступим также основной наш первый слой вставляем снизу ищем желто-синий оранжевый не тот вот он располагаем его сзади и делаем юперм но только очень аккуратно так как форма не самая такая понятная нужно внимательно следить за движениями при юперме у нас задний перейдет сюда верхний сюда а передний назад да он красиво стоял но придется им пожертвовать здесь важно запомнить вот наш основной центр и мы делаем вращение относительно вот этого уголка вот так и вот так потом после перехвата будет диагональный уголок вот этот а можно делать и первым без перехватов но мне с перехватами нравится больше начинаем делаем пиф-паф относительно этого уголка разворачиваемся вот к этому делаем еще пиф-паф смотрим что получилось желто-синий оранжевый стал на свое место но развернут неправильно с ориентацией мы разберемся позже надо переставить остальные центры по местам тем же алгоритм располагаем этот справа этот слева и смотрим вот у нас один центр на месте ставим вниз и здесь также ищем как бы переставить верхний центр пойдет вперед тут белый на желтый не хорошо развернем а верхний белый зеленый оранжевый пойдет на белый зелено оранжевое место тут хорошо делаем тот же алгоритм пиф-паф относительно этого уголка выбираем диагональный сюда делаем еще пиф-паф так вот что-то нас получилось осталось развернуть два центра остальные уже правильно ориентированы покажу алгоритм для ориентации центров на обычном скьюбе для того чтобы развернуть передний верхний левый правый я использую 6 пиф-пафов для того чтобы развернуть передний и задний делаю такой алгоритм сначала два пиф-пафа перехват y2 еще два пиф-пафа на скьюбе ничего не меняется но развернуться передний и задний центры если нужно развернуть передний и верхний то мы делаем setup move вот такой и выполняем тот же алгоритм развернется этот и этот и потом setup move отменим то есть два пиф-пафа перехват два пиф-пафа но если нужно развернуть передний задний левый правый мы можем либо два двойных пиф-пафа сделать дважды либо сделать вот такой setup move развернуть вот эти вот эти и потом вернуть на место нашем случае достаточно комбинации два двойных пиф-пафа и setup move вот этот и вот этот этот передний этот верхний будем держать так отводим таким образом чтобы они стали напротив делаем из этого положения два пиф-пафа потом перехватываем и делаем еще два вот наш передний центр делаем два пиф-пафа 1 2 видим тут уже все красиво становится перехватываем делаем еще два главное чтобы не заклинило сделали еще два и отменяем setup move в итоге головоломка собрана не особо сложная обычный шейп-мод с кьюба все этапы на месте вращается не очень хорошо но терпимо элементики могут вылетать и что меня порадовало все-таки отличается от вот этой головоломки напомню здесь вот эти треугольные элементы симметричные а здесь не симметричные поэтому их тоже нужно ориентировать вот такой вот интересный шейп-мод с кьюба для любителей шейп-модов весьма рекомендую один из плюсов то что он компактный в собранном виде можно взять с собой вот этот такой огромный уже не так удобно и полегче он то есть размером с обычный кубик с обычную трешку ну или с обычный скип вот такой вот шейп-мод на на этом все всем спасибо всем пока